Высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. Именно благодаря этому заявлению русского ведущего и юмориста Максима Галкина признали инагентом и открыли для него уголовное дело. Всю технику можно перебросить за одну неделю. Все остальное – это байки для дефективных детишек. Писатель Михаил Веллер пожаловался на недостаточную помощь в СССР со стороны США. За это его внесли в список экстремистов и террористов, а также возбудили против него уголовное дело за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Певец Эдуард Шарлот сжег на камеру паспорт РФ и заявил, что хочет попасть в Киев. За это в Следственный комитет отправили письмо с просьбой признать его иностранным агентом и ограничить въезд в Россию. И таких доносов с начала полномасштабного вторжения было огромное множество. Многие из них были удовлетворены Следственным комитетом и Генеральным прокурором. Автором этих кляуз являлись участники движения «Зов народа». Они называют себя патриотами и консерваторами, основная цель которых – защита России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории. А на самом деле просто получают деньги из федерального бюджета и стучат на всех неугодных режиму. Мы против того, чтобы женщина договорилась со своим мужем, чтобы совершить детское действие. То есть если муж как-то разрешает, то они могут совершить это детское убийство. Это заместитель председателя организации «Зов народов» Антон Яговцев, который рассуждает о беде абортов в России. Мол, это главная проблема, почему население в РФ стремительно уменьшается. Не война в Украине, не то что более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, а как оказывается именно аборты. Число которых, кстати, с каждым годом великое и могучее уменьшается. Антон Яговцев известен своей борьбой с антироссийскими деятелями на территории РФ. Это официально, а на самом деле он один из авторов тех самых доносов. Он верный слуга режима Путина и частый гость пропагандистских шоу на федеральных каналах. И вчера поздно вечером пропагандиста убили в подъезде собственного дома. Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Яговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить. Яговцев сопротивлялся и смог нанести убийце увечья. Почти сразу после преступления его задержали. В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Также следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего. Антона Яговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он удалил ножом общественника минимум семь раз. Дмитрий Матвеев жил в подмосковной Лопни. Ранее работал специалистом в медицинской компании. С женой Антона Яговцева он был знаком еще в молодости. Тогда же в нее и влюбился. Сейчас рассматриваются две версии убийства. Первое. Неразделенная любовь к жене Антона. Второе возможный мотив. Профессиональная деятельность движения «Зов народа» написала несколько десятков жалоб на российских звезд. Также стучал Яговцев и на представителей ЛГБТ-сообщества. ЛГБТ-сообщества. Редактор субтитров А.Семкин